здравствуйте зрители моего канала решила убраться на своем туалетном столике в уходовой декоративной косметики что-то расхламить что-то сложить освободила здесь вот органайзер выложила уход пробники парфюмерные освободила шкафчик здесь вот у меня полный разгром все лежит парфюмчики мои стоят и все это надо будет убрать в домике вот ну решила так как мне одной скучно привлечь к этому вас так значит уходовая косметика у меня здесь что у меня здесь находится во-первых находится термальная вода это не крымская роза это просто термальная вода от индекса натуральности мне она нравится здесь много очень много они его называют тоником но здесь знаете очень много гидролатов которые очень хорошо воздействуют на кожу также у меня на столе стоит мицеллярная вода но пользуюсь я ей редко потому что макияж тоже наношу очень редко так что у меня здесь еще стоит маска когда-то приходила в бьюти боксе и вот до сих пор я ее никак не могу добить крем то я добила уже давно маска осталась вот я думаю что там ее осталось немножко от комплимент гиалуроновый для лица фиксатор макияжа у меня уже второй был немножко другой оранжевая упаковка а вот это синий он с термальной водой очень хорошо держит макияж так что у меня здесь еще сыворотки использую уже вторую сыворотку от ботель это сыворотка для лица увлажняющая мне она не нравится та которая была антивозрастная она была лучше а вот это мне не нравится вот из-за этих вот соплей вот видите тянется и вот так вся сыворотка тянется из-за этой пипеткой вот так вот эти все волокна тянутся мне это не очень нравится расход у них тоже большой я жду у них новых сывороток пока они не поступили в продажу но уже есть и сыворотка для области вокруг глаз от эвелайн с витамином c не ацинамидом но что там на мне тоже не очень нравится хотя расход здесь хороший я просто ею пользуюсь каждый день но хочу какую-нибудь другую себе уже прикупить так прям для области глаз у меня от пера реку это последний крем который мне очень нравился он у меня долго лежал в запасах в результате я его взяла тут уже практически его заканчиваю потому что к сожалению срок годности уже подниму поджимает до февраля 24 года вот здесь крем от пера реку это на ночь я использую один я уже использовала это уже второй это detox крем восстанавливающий для контура глаз он ночной разница между прочим я не вижу ночной дневной ничего там такого он не делает так дальше дальше крем разглаживающий для шеи декольте от green мама с морковкой я хочу его закончить взять свой любимый крем от меди пил его во первых хватает на дольше для шеи на 7 месяцев я посчитала прошлый раз во вторых он как-то получше все таки будет чем вот этот вот от green мама в качестве дневного крема у меня крем от кодоли в миниатюре 15 миллилитров наверно за август месяц я его закончу в качестве ночного крема у меня крем от виши лифтинг коллаген вот тут я его уже так хорошо под использовала тоже скоро уже закончу и буду выбирать какой-то другой крем для ухода также от ботель использую крем для лица отбеливающий при веснушках и пигментации наношу только точечно на зону где веснушки пигментации и в качестве крема с spf использую вот этот сангель от лимонии он у меня был в каком-то бьюти боксе и было две штучки я уже один использовала один у меня стоит запасах а использую вот такой крем синергетик натуральный крем для ног смягчающий для сухой подстрескавшей кожи он из мужского бьюти бокса но у меня мужчины не пользуются кремами для ног а вот я пользуюсь с удовольствием словит он от тенд я заказала себе еще один потому что этот уже заканчивается это крем для улучшения микроциркуляции крови для предотвращения сосудистой сетки для укрепления сосудов и так далее крем парафин для рук с ценными маслами здесь у меня еще нормально его я его использую раз в неделю наношу толстым слоем надеваю перчатки минут 20 сижу в этой масочке и от ботель у меня крем для рук вот такой крем уход шунги там он для рук и для ног но я его использую для рук хороший крем так два тоника чет я прямо показала тоники проскочила вот green мама тоник для сухой нормальной кожи земляника и череда я его конечно добью и закончу но мне не нравится в плане того что увлажнения мне от него недостаточно а вот тоник гиалуроновый от комплимент очень хороший очень хорошо увлажняет если у вас сухая кожа обезвоженная чувствительная он просто замечательный я заказала себе про запас еще один так крем для ног вот такой вот взяла фикс прайсе на пробу питательный он из какой-то там серии с маслом шеи и фирмы маслом не роли он у меня стоит столики потому что такая тумба не зайдет так для дома добиваю аромат тюльпан и мимоза и цитрус верга я его использую в качестве домашнего аромата между прочим сегодня по моему я его не наносила вот тут тоже осталось его немножко вот эти два аромата у меня стоят здесь на полочке потому что один домашний аромат другой аромат у меня получается для ароматизации помещения и я их шкафчик не прячу в принципе ничего страшного с ними здесь не случится так здесь у меня пробники они у меня стоят в шкафчике в столе для общего использования так что это у меня ламком трезор выпал откуда значит пробников у меня намного больше но я вытащила те которые сейчас интересны это бучу флора 2 пробничка мон париж и в сент-сент-сент-лоран трезор ламком отсюда он выскочил еще один мон париж губерный гуччи еще один гуччи 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 другой гуччи достала вот эти парфюмы просто чтобы они были под рукой тоже как-то расходовались потому что они очень быстро испаряются и вот этот парфюм рома табак очень мне нравится редко мне нравится такие прокуренные ароматы но здесь очень прекрасный такой аромат который так интересно раскрывается на женской коже что я хочу его себе приобрести в полноразмере причем хочу уже давно приобрести здесь остается обычно так что у меня здесь еще живет декоративная косметика значит что у меня здесь осталось это вот от другого органайзера такая штучка декоративкой пользуюсь редко не очень нравится мне краситься иногда под настроение я использую что мне здесь лишит тушь метафор метаморфоза от и фрашена приходила в порядок подарок не очень хорошая кисточка там такие получаются какие-то знаете паучьи лапки с ней но я к туши редко предъявляю какие-то сильные претензии крем лимонии биби крем очень мне нравится он был в бьюти боксе и один я уже использовала один остался так от пьера рекой тушь для бровей у меня их две по заказа было так две подводки коричневые сейчас вообще не помню откуда они меня две тоже наверно с этого же бьюти бокса так блеск для губ это бокса лук фантастик блеск для губ или лак для губ от и фраше лак для губ в миниатюре лак для губ и обычно его зимой ношу сумочки клоранс тоже приходил в каком-то бьюти боксе и фраше очень знаете вот нравится мне их помады в карандаше но не нравится вот эти вот колпачки но такие они бестолковые это розовая фуксия у нас и от пьера река бальзам для губ тоже очень хороший бальзамчик он нравится так что здесь у нас от пьера река бронзирующая пудра хотела этим летом воспользоваться так и не воспользовалась лежит от клоранс тени очень мне нравится но пользуюсь тоже очень редко ими прям так чтобы на работу или на выход какой-то день наносить макияж не это не это не про меня от клоранс миниатюра румян тоже было в каком-то бьюти боксе тени от клиник очень мне нравится их наносить и с удовольствием использовала так это у нас от забав румяна какое-то время ими хорошо пользовалась даже затерла знаете до тех пор пока не увидела как они выглядят на лице и что они отдают таким оранжевым отливом очень удивилась я до этого знаете на себе как оранжевый не видела тут вот прям оранжевый отлив я такая думаю боже мой чем я пользуюсь от наташа динон хайлайтер и румяна но здесь видно что я ими периодически пользуюсь от физишн формула здесь пользуюсь только вот контурингом потому что это непонятно то ли пудра то ли хайлайтер для хайлайтера мало блесток для пудры слишком много этот мне тоже не нравится а вот этот уже затерла для дыр и если буду повторять то наверное скульптор повторю именно из этой версии от физишн формула от герлен метеорит когда-то приобрела зачем приобрела не знаю слишком блестюче ну вот лежат пока как просто память пудра рассыпушка это наша фирма свобода по моему хорошая пудра мне нравится хорошо держит макияж вот физишн формула скульптор немножко им попользовалась пока оставила но большого такого какого-то восторга я от него не вижу от vivienne собой мне нравилось это всегда палетка она у меня была на работе я как-то на работе полностью одну такую палетку закончила полностью использовала ее пудра от estee lauder это с бьюти бокса золотого яблока вот это единственное наверное что у меня оставилось на память от этого бьюти бокса от пьера реко в подарок приходили тени такой лавандовый оттенок тоже пока у меня стоят но я им пару раз пользовалась но и вот такая палетка от vivienne собой здесь мне понравились вот эти тени и вот эти блестяшки я наверх на подвижное века наносила очень похож на скульптор от физишн формула это все у меня хранится в столе вот образом и здесь еще такая коробочка у меня это витаминов здесь опасная пудра хотела создать забыла ну и бижутерия которую я ношу это ботель подарки от пьера реко такая бижутерия которые как сказать всегда под рукой и две косметички одна косметичка у меня лежит здесь средства для маникюра ребенок у меня все изрисовал пилочки всякие массажеры для лица в этой косметички у меня все что вот таких вот пакетиках это тканевая маска от виши еще лежит одна это патчи это маски от ботель между прочим очень хорошие маски и вот одной такой маски хватает на 5-6 применений а ванна ароматическая для ног от комплимент маска для волос у нас какого-то бюджета и бокса и очень люблю вот такие вот ванночки для ног это соль для рук и ног очень хорошие штуки вместо пилинга чтоб потом воспользуется кремом с парафином так вот в принципе получилось вот так здесь у меня уходовые средства парфюмы домашние парфюмы домашние здесь вот декоративная косметика пробнички две косметички крем для ног бижутерия и там ватные диски у меня в принципе стол мы убрали ничего лишнего больше не люблю на столе тем более что здесь уроки делает младший сын так здесь что у нас здесь здесь вытаскивала который у меня лежит в запасах немножко ее немножко так это расставила правильно натурель сейчас в шкаф уйдет я ее выставила на продажу не слышу натурель на себе к сожалению абсолютно и поэтому покупаю ее только под заказ тестер от гирлен несмотря на то что на коробке написано интенс и должно было прийти с черникой мне пришел с вишней я к сожалению вишню на себе носить наверное не смогу выставила на продажу мейсон мартин с жуком который поначалу мне очень нравился сейчас разомравился потому что чересчур травянистый прям вот свежая скошенная трава и она мне не очень нравится моменты счастья с яблоком тоже убрала пользоваться наверное не смогу и решила для себя что вот монрус классический натурель и моменты счастья я покупаю только если будет заказ на продажу и парфюм на себе больше не мучаю спасибо июньскому бланку попробовала не понравилось убрала монрус классический к сожалению поняла вчера еще раз его протестировать что пользоваться им не могу для меня ирисы в парфюмерии чересчур мужские такое вот знаете направление которое лучше звучит на мужчине чем на женщине по крайней мере на моем коже я конечно знаю что это женский аромат очень многим девочкам нравится но мне к сожалению отдает землей до этого мокрым картоном я надеюсь что вот когда получу что может мокрый картон ушел нет картон ушел да действительно но осталась землистость мокрой в этой земли очень неприятная какая-то такая вот нота с добавкой туда ириса и для меня это к сожалению звучит слишком по-мужски я его сравниваю этот аромат с йоджи и мамото я купила 100 миллилитров мужского аромата 2138 вот там вот есть вот эта нота ириса но она там на мужском вот аромате звучит вкуснее и не дает мне вот этого аромата мокрого картона а здесь вот я думаю что в совокупности с пачули ирисы дают вот эту неприятную ноту йоджи и мамото мужской аромат звучит для меня вкуснее и я бы зимой попробовала эти ирисы на себе кстати здесь у меня от одной девушки прилетела значит как бедный и несчастный мой муж носит после меня женские парфюмы почему-то она решила что у нас нет мужских парфюмов от слова совсем видно не все видео мои смотрела я например вот от себя могу сказать что я не считаю правильным разделять парфюмерию на мужскую и женскую мне кажется что это закомплексованность когда вы не смотрите принципиально на что-то мужское не пробуйте это на себе одеть померить поносить попробовать что-то мужское только потому что там стоит вот этот лейб мужское а вам нравится не знаю я считаю что парфюмерия унисекс и каждый человек должен носить на себе то что ему нравится что поднимает ему настроение улучшает его настроение потому что парфюмерия она предназначена по моему мнению для того чтобы украшать нашу жизнь не нужно загонять себя в какие-то комплексы и в какие-то знаете рамки вот пользоваться только женскими ароматами там цветочки и персики сливочки и так далее нет пробуйте носите все вот когда девочки чего ждете я не знаю вот прям вот красную москву нельзя носить это бабушкин аромат вам нельзя носить это бабушкин аромат уйдите вы уже от этих стереотипов я вот этот парфюм не надену мужской я например знаю что многие в семье пользуются ароматами вместе и мужчина и женщина муж жена брать сестра дети я считаю что это комплексы вот этой закомплексованности ну я думаю надо исправляться я вообще думала что таких комплексов страдает мое поколение которые помнят еще советский союз я считаю что нужно носить то что вам нравится есть парфюмы которые женские но которые на себе например я абсолютно не представляю сейчас немножко вас поправлю вот ну например вот кап амбр для меня это слишком коньяк и слишком сигары ну не знаю я на себе например носить его не могу это женский аромат вот он не представлен как мужской аромат но я считаю его унисексом вот passion latina вообще у меня сестра последнюю две у меня была одна сестра забрала одна моя между прочим passion latina понравилась всем и мужчинам и женщинам у меня даже сказали что я бы и на себя такое дел потому что звучит очень вкусно тут шоколад и мандолины что здесь женского я не знаю я считаю что это слишком условные какие-то такие рамки цитрус верди у меня лежит в запасах понравился он мне этим летом именно вот этой освежающей ноткой мяты что у меня здесь запасов запасов еще туалетная вода а вот evidence тоже никогда не думала что она появится у меня в в парфюмерном гардеробе потому что мне всегда казалось что это чересчур одеколонисто ну мне вот понравилось а в запасах у меня монруш блуман лав тридцатки верты инволи и ко мне движется наконец-то сегодня отправили посылку от двенадцатого от восемнадцатого числа там значит у меня evidence intense я решила его повторить и сюрлы ланды вот я его тоже поставлю в запас потому что один у меня купили бергамот я отдала мужу потому что слишком настоялся до этого я его новым еще носила у него был такой свежий легкий аромат травянистости а сейчас он до такой степени настоялся что для меня это звучит уже грубо и я его планирую подарить мужу будет носить будет нет нет пятьдесят миллилитров несколько нот любви у меня было полное вот так муж уже израсходовал и получает очень много комплиментов на этот парфюм от себя и на нем вот этот убироз раскрывается до такой степени вкусно а самое интересное что оставляет такой сногсшибательный шлейф которого нет на мне мне даже завидно вот честно на его коже такой шлейф вот он утром использовался им приходит с работы и от него до сих пор вот этот шлейф идет нескольких нот любви вот и это довольно вкусно он сказал у меня все спрашивают что это за аромат где взял где приобрел где нам такую купить вот так вот эта коробочка у меня с запасами уходовой косметики сейчас мы это все с вами разберем у меня в запасах лежит ботель крем при веснушках и пигментации ждет осень и маска с витамином С тоже хотела одну сестре отдать забыла я оставляю с витамином С до осени только по той причине что я склонна к гиперпигментации и у меня это сразу все вылезет это у нас пилинг айкон скин в каком-то бьюти боксе приходил без пор лежит у меня Тиана тоже пилинг все это надо использовать осенью от и фроше гидро вежиталь лежит но я так поняла что этим летом я им так и не воспользуюсь не дойдут у меня до его руки риш крем для контура вокруг глаз очень мне понравился действительно разглаживающий крем лифтинг вежиталь тоже в подарок приходил я им еще не пользовалась но помню что ночной крем из этой серии мне очень нравился свр это крем еще из бокса лук фантастик и я его возьму в использование как только закончится у меня те крема которые сейчас в использовании потому что срок годности у него до мая двадцать четвертого года у меня было две бесплатные коробки от лук фантастик и я один такой крем использовала один оставила на прозапад так от органик зон крем для кожи вокруг глаз крем флюид тоже органик зон мицеллярка от пьера реко два подарочных вот таких крема с витамином С тоже ждут осени буду использовать их вместе с масками гаммаш с глиной от пьера реко срок годности здесь хороший август двадцать пятого года пилинг один остался у меня от пьера реко тоже буду использовать его начну использовать осенью лежит в запасах у меня крем белорусский очень мне нравится интенсивный омолаживающий комплекс перед термином пятьдесят плюс тут пептиды и экстракт джиншени это наверное единственный крем белорусской косметики который мне очень нравится и который я вот задублила уже не один раз у меня два или три в использовании уже были так пилинги тоже уже будет осенью доставать подключать и использовать потому что давно лежат вот ну в принципе у меня одна такая коробочка с уходом потому что я неплохо расхламилась до нового года и стараюсь лишнего не покупать вот чтобы не было задержат по срокам входности так еще брат мне купил вот такой вот корейский крем не знаю не знаю как он будет с угодностью у него нормальный подарок мне подарил и я его планирую зимой попробовать так что у меня здесь еще из ухода стоит вот такие гидрофильные масла от комплимента очень мне нравится у меня все варианты были я беру оптом все варианты как только использую покупая новые это для сухой и чувствительной кожи осталось вот этот по-моему для зрелой кожи да есть еще с бьюти бокс у меня энзимная пудра от айкон скин вот такой вот лосьон тоник гиалуроновый я люблю им пользоваться на рабочее у меня всегда в запасе там один стоит и в запасе стоит от органик зон тоник для лица с анокислотами для нормальной сухой кожи это я оставила на осень тоже осень зиму сейчас это все сложу потом уберу в шкаф сейчас нам нужно с вами поставить парфюмы я полочку там вытерла и нужно расставить парфюмы две полки у меня для парфюма вот я периодически перебираю значит лали кометист здесь у нас черные ягоды смородина ежевика что там у нас еще черника по моему не помню ежевика точно есть для меня это зимний аромат поэтому он стоит я сейчас им не пользуюсь он для меня летом тяжеловат от лари это польский польский аналог на майвей от армании и мне он очень нравится он очень хорошо раскрывается именно в дождливую погоду так дальше у нас несколько нот любви в туалетной версии у меня здесь в запасе стоит лимитированная версия и вот это моя которую я зимой наверное уже закончу зимой она мне очень нравится туалетная вода evidence вкусная такая одеколонистость мне он напоминает одеколон мужской одеколон но такой вот как бы более мягкий чем вот жесткие мужские одеколонистость в нем присутствует я себе задублила первый аромат пришел в футляре с градиентом а второй к сожалению нет идеал от лариф сейчас хочу пользоваться им на улицу в августе месяце это польский аналог на ланком и доль дальше 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 йоджей мамото хочу попробовать его носить зимой это женская версия а еще у меня есть версия с ирисом она стоит на мужской полочке там у сына вот я тоже и хочу попробовать зимой потому что в отличие от монрожа там нет почули таких сильных явственных и я хочу поносить их так дальше что у нас зоди 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 здесь в линитке хочу попробовать их осенью попробовала их летом и знаете такие вот прям с ног сшибающие немножко это тяжеловато для меня летом вот хочу попробовать осенью куда будет прохладная погода может я джека сюда выставить так что у нас здесь остались и фраше до любви несколько нот любви и монруш блумен лав вообще я планировала поставить вот так до любви несколько нот любви а сюда монруш блумен лав и монруш классический но к сожалению монруш своей коллекции я точно не выдержал меня раздражает этот аромат он мне неприятен вот именно эти ноты земли чересчур грубыми ирисами и но в общем ему не место в моей коллекции вот так вот несколько нот любви в тридцатке вот пока они не настоялись я этой осенью начну ими пользоваться потому что настоявшиеся мне не нравится там тубероза очень в нос дает тяжеловато так что у меня осталось мы сам мальтин баэндемиде очень прикольный вкусный аромат и спальганика номер один это у нас аналог на джо малон соль это аромат стиаре и ланг и лангом и очень вкусно пахнет но тяжеловат можно с ним переборщить переборщить он безусловно летний здесь вопросов к этому не возникает но он с ним можно переборщить не знаю очков так поставить но в общем пока поставила вот таким вот образом что вот эти два они здесь совсем не смотрится мне кажется вот сюда вот не хватает какой-то тридцатки вот вот такой вот но ставить еще одного манруш блуман лав я боюсь потому что парфюм может испортиться наверное пусть стоит вот так и вот же мама то будет стоять посередине так здесь у нас что остались у меня ароматы природы сирень после дождя это мне кажется аромат больше для холодного времени года дальше листья томата и черная смородина и этот аромат для комнаты я буду использовать после того как закончу мимозу и тюльпан там чуть-чуть осталось я вот достану вот этот аромат и и фраше верта ин воли вот сижу и думаю сейчас закончится у меня цитрус верти пьера рекой и либо надо этот аромат в домашнее использование брать либо вот этот одеколон туалетную воду от и фраше как явность вот подумала что чем я хочу пахнуть лимончиком или черным чаем с абсолютом розы и сюрлаванда это мой парфюм то есть у меня в использовании он есть и я заказала себе в запас потому что она у меня закупили тридцатку и мне надо чтобы она у меня в запасе была чтобы я не волновалась о том что я этот парфюм закончу у меня больше ничего нет вот эти две милюзги вот никак они не стоят не так не сяк все красоту мне портит вот так наверное поставлю даже не думала что этот аромат мне так понравится а тот мейсон не понравится ну как-то так в общем вот тот парфюм что я вам в коробке показывала они хранятся у меня в шкафу и хранятся больше из-за во первых я убираю те которые ароматы меня раздражают и не нравятся которые я выставляю на продажу во вторых из-за пьера река потому что в двух ароматах там ваниль и на солнце я бы их не хотела хранить потому что ваниль может потемнеть она и так потемнеет со временем но все равно вот такая красота у меня получилась видео получилось большим но если вам такое видео интересно то я рада что вы со мной провели какое-то время на этом у меня все всем всего хорошего до свидания будьте здоровы берегите себя и своих близких твою видео видео